Здравствуйте, дорогие друзья! Это тот самый видеовыпуск, который является логическим продолжением моего первого выпуска, где мы читали учебник Дэвида Гернера и Долорес Шоубэк по базисной клинической эндокринологии. В общем-то, этими же извращениями мы будем заниматься и сегодня. И что хотелось бы сказать, наберитесь терпения, помимо, может быть, многих неизвестных вам слов, у вас сложится хоть какая-то картина о холестерине, вы для себя сделаете много интересных открытий, возможно. Также хотелось бы сказать, что в конце видеоролика будет интересный клинический пример, который, ну, немножко так замалчивают, да, у нас на Ютубе это не произносят. Но в частности, то, что не вошло в учебник, я вам скажу, вообще, любые проблемы с нарушением сердечно-сосудистой системы, и когда мы видим любые именно липидные включения, я бы даже сейчас сказал, очень широко, не обязательно, что это в эпидермальном слое, вот прям в глубоком смысле липидные включения, мы все-таки должны посмотреть липидограмму и глубоко взглянуть на состояние холестерина. Не только на злободневный выдачный день, но и отследить динамику изменений холестерина, а просить пациента о вредных привычках. Вдруг он таковые имеет, но скрывает. И препараты. Препараты, конечно же, тоже очень часто негативно влияют на холестерин. Ну, как сказать, на хороший холестерин, плохое взаимодействие. Это вы сейчас послушаете, какие, соответственно, конкретно нарушения бывают, дорогие друзья. Я думаю, что дальше мы продолжим, соответственно, чтение всяких вещей интересных, учебников. Мне интересно ваш отзыв внизу в комментарии. Напишите, о чем бы вы хотели поговорить в рамках учебника, что хотели бы послушать. Напишите ваш комментарий, и уже отсюда мы будем отталкиваться. Я буду что-то еще вам читать. Вот примерно вот так вот, дорогие друзья. Спасибо, что дослушиваете до конца. Ставите лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Это мотивирует меня очень. Работа, в общем-то, на то, что выкладывать, что это кому-то нужно, потому что тот же учебник читать, как выяснилось, очень запаристо. Настроить микрофон. Еще что-то сделать. Короче, это сложнее, чем просто я там сяду и под себя вам просто расскажу что-то очень коротко, как я раньше делал, 5-минутные выпуски. Но, судя по вашим просмотрам, еще раз поблагодарю вас, вы это цените, вы это любите, вы это смотрите, поэтому мы это обязательно будем делать. И более того, мы будем делать так, как вам нравится. Поэтому пишите комментарии, соответственно, тема, которая наиболее для вас интересная, может быть, несколько тем, в скором времени появится на канале. Ну что, ну а мы приступим. Всасывание пищевого жира, секреция хеликомикронов. Под действием панкреатической липазы, активируемой желчными кислотами и белковыми коэрментами, триглицериды пищи гидролизируются в кишечнике до бетамоноглицеридов и жирных кислот, которые, видя мицелл, всасываются кишечным эпителием. Жирные кислоты вновь соединяются в бетамоно-триглицеридами, образуя триглицериды, а свободный холестерин под действием. Ацетилкоахолестерина, ацетилтрансферазы, в скобочках АХАТ, присоединяются жирные кислоты, превращаются в эфиры холестерина. Капли триглицеридов с небольшим количеством эфиров холестерина, связанные с B48, покрываются монослоем фосфолипидов и свободного холестерина. К этому комплексу присоединяются АПОА1 и АПОА2, и новообразованные микроны выделяются в лимфу. Смотрите рисунок 101, там наверху. Здесь они обмениваются поверхностными компонентами с липопротридами высокой плотности, приобретая АПОЦ и АПОЕ и теряя фосфолипиды. Этот процесс продолжается по мере прохождения хиломикронов по лимфатическим сосудам кишечника, в грудной проток, откуда липопротеиды попадают в кровь. Образование липопротеинов очень низкой плотности. Триглицериды транспортируются из печени, периферические ткани в составе липопротеинов очень низкой плотности. Эти триглицериды синтезируются в печени из СЖК, которые извлекают из плазмы и образуют в самом органе ДНОВА. При любом увеличении состава доставки СЖК в печени, если они не превращаются в кетоновые тела, с секрецией липопротеинов очень низкой плотности возрастает ожирение. Высококалорийная пища, алкоголь и другие стимулируют секрецию липопротеинов очень низкой плотности печенью, и поэтому приводят к гипертриглицеридамии. Метаболизм богатых триглицеридами липопротеинов в плазме. Гидролиз под действием липопротеин липазы. Для поступления в ткани жирных кислот необходим гидролиз триглицеридов, содержащихся в киломикронах, и липопротеинов очень низкой плотности. Под действием ЛПЛ. Поглощение жирных кислот тканями облегчает семейство белков-транспортеров СЖК и ЛПЛ. Находятся на поверхности эндотелия капилляров, сердца, скелетных мышц, жировой ткани, молочных желез и других тканей. При повышении уровня глюкозы в плазме и стимуляции секреции инсулина увеличивается активность ЛПЛ жировой ткани, и в ней накапливаются жирные кислоты. Образуются из триглицеридов, липопротеинов в плазме. При длительном голодании, диабетическом, кетоацетозе активность ЛПЛ жировой ткани снижается, что препятствует поступлению в ней СЖК. Кофактором ЛПЛ является гепарин. При его внутривенном введении ЛПЛ переходит в плазму, что делает возможным определение ее активности. Необходимым кофактором ЛПЛ является также АПО-С2. Итак, дорогие друзья, вот здесь еще раз, соответственно, замечу, что здесь, в принципе, озвучены причины, почему у нас такие проблемки могут быть с липопротеидами низкой плотности при диабете, когда инсулин, глюкоза высокие. Опять же, для обывателей особенно напомню, что если вы это слушаете, то вот для вас, наверное, сейчас строчки, которые прозвучали, они самые главные. Для нас важно понимать, если высокий инсулин, глюкоза, как я говорил в предыдущем видео, то нам, конечно, необходимо с этим бороться, да, именно с причинами вот этих вот биохимических реакций негативных. Также замечу, что гепарин очень неплохо вписывается в лечение нарушений коагуляции крови и вот этих всех некоторых липопротеидов очень низкой плотности. Низкой плотности, соответственно, есть протоколы. Но если вы будете вводить гепарин самостоятельно, без учета вашего анамнеза, да, может произойти крайне неприятные штуки с самой реологией крови. Поэтому если после прочитанного, прослушанного, точнее, вам захочется побежать в аптеку и купить себе назначить самостоятельный гепарин, подумайте многократно, показан ли он вам. Этого, в общем-то, делать без назначения врача я вам не советую. И скажу, что эти протоколы обычно используются все же у людей, у кого есть и гиперкоагуляция, и, соответственно, липопротеиды низкой плотности очень высокие. Ну, то есть, таких вот комплексных пациентов уже там и венозные нарушения накладываются, и все равно мы много-много раз думаем, потому что гепарин, ну, такой достаточно очень активный и серьезный препарат. Дорогие друзья, хотелось бы про ЛПЛ сделать здесь, но с какой-то нет в учебнике, но так как я все-таки рассчитываю то, что на меня смотрят люди большинство малоподготовленные, да и я сам, честно говоря, всегда теряюсь в этих сокращениях, они бывают очень похожи, поэтому сейчас озвучу вам, что за ЛПЛ это такая. Протеин липаза, ЛПЛ, фермент, относящийся к классу липаз. ЛПЛ, липопротеин липаза, расщепляет три глицериды, самых крупных по размеру и богатых липопротеинами плазмы крови, хелико-микронов, и липопротеинов очень низкой плотности, ХМ и ЛПОНП. ЛПЛ регулирует уровень липопротеинов в крови, что определяет ее важное значение в артеросклерозе. Ген ЛПЛ кодирует фермент липопротеин липазу, которая экспрессирована в сердце, скелетных мышцах и жировой ткани. В результате гидролизо-триглицеридов под действием ЛПЛ, их содержание в хелико-микронах и липопротеинов очень низкой плотности снижается, что приводит к постепенному уменьшению диаметра этих частиц. Липиды и С-протеины с их поверхности переносятся на липопротеиды высокой плотности, образующиеся. Таким образом, остатки липопротеинов сохраняются АПО-Б и содержат большое количество АПО-Е, но очень немного АПО-С. Потеряв примерно 70% своих 3-глицеридов, эти частицы становятся более богатыми эфирами холестерина. Дальнейшее превращение остатков липопротеинов. Остатки хелико-микронов полностью подвергаются эндоцитозу в печени через высокоафинные рецепторы. Последние включают рецепторы липопротеидов низкой плотности, Б100Е, и связанные с ним протеин 1, ЛПР1, эндоцитоз остатков хелико-микронов через эти рецепторы требуют присутствия АПО-Е3 или Е4. Липиды поступают в общий липидный пул печени, а АПО-Б48 распадается. Опять хочу сделать для вас сносочку. АПО-Е это белок, участвующий в метаболизме липидов в организме. Он вовлечен в развитие болезней Ацгеймера и сердечно-сосудистых заболеваний. Основной функцией АПО-Е является трансперцировка липидов между различными клетками и тканями организма. Холестерин, поглощенный печенью из остатков хелико-микронов, по механизму обратной связи ингибирует биосинтез холестерина в этом органе. Некоторые остатки липопротеидов очень низкой плотности также поглощаются печень через рецепторы B100Е и распадаются, а оставшиеся превращаются в липопротеиды низкой плотности. Таким образом, продукция липопротеидов низкой плотности зависит от скорости элиминации остатков липопротеидов очень низкой плотности. Образование липопротеидов низкой плотности предполагает гидролиз, оставшиеся три глицеридов, печеночной липазой, действие которой облегчает АПОЕ. Липпротеиды низкой плотности содержат эфир холестерина и сохраняют АПОП100. У здоровых людей липпротеиды низкой плотности превращаются. Основная доля липпротеидов очень низкой плотности и весь АПОБ с липпротеидами низкой плотности поступает из липпротеидов очень низкой плотности. При некоторых гипертреглицеридомиях превращение липпротеидов очень низкой плотности в липпротеиды низкой плотности замедляется. Но если такое превращение сохраняется, то повышается секреция липпротеидов очень низкой плотности, увеличивается продукция липпротеидов низкой плотности. Сдвиг отношения предшественник продукт объясняет клинический феномен, называемый бета-шунтом. Увеличение уровня липопротеидов низкой плотности при снижении концентрации триглицеридов в сыворотке. Это наблюдается на примере в начале инсулинотерапии больных с сахарным диабетом с липимией. Инсулин повышает активность ЛПЛ, ускоряя превращение липопротеидов очень низкой плотности в липопротеиды в силу своего большого Т1-2. Липопротеиды низкой плотности накапливаются в плазме и их повышенная концентрация может сохраняться и после нормализации уровня богатых триглицеридами липопротеинов. Аналогичный феномен наблюдается у больных с семейным совмешанным гиперлипопротеинами при лечениях клофератом или гемфиброзилином. Период полужизни липопротеинов. В норме Т1-Т2 хилокомикронов составляет 5-20 минут. Липпротеиды очень низкой плотности от 1 часа, а липпротеиды низкой плотности примерно 2,5 суток. Кинетика насыщения липопротеидов низкой плотности регистрирует при уровне триглицеридов 800 тысяч микрограмм. Более высокий выход триглицеридов в плазму быстро приводит к гипер триглицеридамии. Влияние органического потребления жира при обычной для Северной Америки диете лоромикроны переносят в день 75-100 грамм и больше триглицеридов, тогда как печень экспортирует всего 10-30 в виде липпротеидов очень низкой плотности. При насыщении липпротеидами низкой плотности, когда уровень триглицеридов составляет 1000 микрограмм, острое органическое потребление жира приводит к резкому снижению их концентрации. Это особенно важно для больных с липимией, грозящих панкреатитом. При появлении симптомов развивающегося панкреатита необходимо прекратить прием пищи и подавить секрецию соляной кислоты. Тут предлагается использовать два блокатора, дорогие друзья, это антигистаминные средства, они снижают секрецию соляной кислоты. Лайфхаки, лайфхаки, везде лайфхаки, запоминайте, ибо для многих это целая проблема. Ну, дальше тут описывается, соответственно, стандартные рекомендации при панкреатите. Больному нельзя есть, помните, холод, голд и покой, пока симптомы не исчезнут. Катаполизм липопротеидов очень низкой плотности. На клеточной мембране практически всех ядерных клеток расположены высокофинные рецепторы липопротеидов низкой плотности, а последующее поглощение этих липопротеинов, особенно активно, такой опосредованный рецепторами захвата липопротеидов низкой плотности, происходит в гепацитах. Дорогие друзья, гепациты, наши клеточки печени. Помните, когда я миллион тысяч раз, особенно для качков, особенно когда там, я не знаю, мы обсуждаем какие-то курсы, ваши любимые, тестостерона, еще что-то, я говорил, что, соответственно, холестерин это кишечник и печень. Дорогие друзья, ну вот вам еще один источник, вот вам, так сказать, наглядное доказательство. Просто у меня, конечно, когда я затрагиваю другие выпуски, особенно если это короткие выпуски с какими-то рекомендациями, общими обсуждениями каких-то общих таких вопросов номинальных, то, соответственно, я не могу вам рассказать вот все, как в учебнике, как я сейчас читаю, да, видите, сейчас сколько это время занимает. Ну вот, пожалуйста, смотрите, обратите на это внимание, заострите, неважно, неважно, что у вас, там, качок, спортсмен, я не знаю, супермен или пожилой человек, маленькое дитё или большое дитё, неважно. Вот если у вас проблемы с холестерином, нужно также смотреть и в печень, не просто там есть статины, да, там или еще что-то делать, нужно смотреть на вопрос комплексно. И печень это наше всё. Печень это очень-очень-очень важно. И ни одним аллатом-ассатом жива печень, скажем так. Ну ладно, это отдельный разговор, а мы продолжаем. Лингадами этих рецепторов являются домены АПО-П100 и АПО-Е. После эндоцитоза АПО-Б распадается, освобожденный рецептор возвращается в клеточную мембрану. Эфиры холестерина, липопротеиды низкой плотности гидролизуются и свободный холестерин используется для построения двухслойных клеточных мембран. Свободный холестерин подавляет активность оксиметилглутарин, редуктазы фермента, лимитирующего скорость биосинтеза холестерина. Избыток свободного холестерина эстерифицируется АХАТ и запасается. Холестерин, поступивший из липопротеидов низкой плотности, не только подавляет биосинтез холестерина в клетках, но и уменьшает число рецепторов липопротеидов низкой плотности по принципу снижающей регуляции. Аналогичным эффектом обладает насыщенные жиры пищи. Метаболизм липопротеидов высокой плотности. При ультрацентрифугировании липопротеиды высокой плотности разделяются на два класса. Липопротеиды высокой плотности вторые и липопротеиды высокой плотности третьи. Количество липопротеидов высокой плотности третьих в сыворотке мужчин и женщин одинаково. На уровне липопротеидов высокой плотности. Вторых, у женщин до менопаузы почти вдвое выше, чем у мужчин. При иммунохимическом анализе обнаруживается 10 различных видов липопротеидов высокой плотности, которые не разделяются при ультрацентрифугировании. Главным извлекателем холестерина из периферической ткани является, по-видимому, при бета-1 липопротеиды высокой плотности с молекулярной массой 65... 65 килодальтон, походу, имеется в виду, когда сокращенно. Напишите мне, конечно же, если я ошибаюсь, но, по-моему, это именно килодальтоны. Апопротеины, липопротеиды высокой плотности, продуцируются печенью и кишечником, присоединяя липиды в лимфе и плазму. Превращаются в липопротеины. Избыток свободного холестерина из фосфолипидов, остающихся в поверхностных монослоях хеликомикронов и липопротеидов очень низкой плотности, после гидролиза триглицеридов, переносится на липопротеиды высокой плотности белком-транспортером фосфолипидов. Свободный холестерин, приобретенный липопротеидами высокой плотности, эстерифицируется под действием лхат. Этот фермент переносится в жирную кислоту из молекул лицетина. Внимание, мы все пьем лицетин, теперь вы знаете зачем. На гидроксиклину форму группу свободного холестерина, образуя эфиры холестерина. Лхат секретируется печенью. При тяжелых поражениях печеночной паренхимы уровень хат в плазме и эстерификация холестерина снижается, что приводит к накоплению свободного холестерина в липопротеинах и мембранах элитроцитов. Итак, дорогие друзья, чтобы запомнить, что это за лхат такой, лицетин, холин, стерина, цитл, тратат, трансфераза, короче, вот это вот длинное название, вот это вот лхат и есть. Для нас главное, что зафиксировать, что непосредственно вот этот вот лхат нам нужен для вообще функционирования липопротеидов в высокой плотности и также, соответственно, еще раз фиксируем, что именно он взаимодействует с лицетином, что в принципе необходимо для того, чтобы у нас был, по-другому говоря, всегда хороший холестерин под рукой. Ну, продолжаем дальше нашу липидную мыльную оперу. Дальше нам говорят, что элитроциты с повышением содержания свободного холестерина в мембранах. Классический признак заболевания печени. Ну, это вот они, соответственно, мы остановились на мембране элитроцитов, решили, видимо, подчеркнуть. Элитроциты с повышением, с повышенным содержанием свободного холестерина в мембранах. Это классическое признак заболевания печени. Ну, в общем-то, почему бы и не согласиться. Вот, едем дальше. Метаболическая роль липопротеидов высокой плотности. Липопротеиды высокой плотности служат переносчиками апопротеинов С, приобретая их от свежих липопротеидов очень низкой плотности. И хиликомикронов. Как и липопротеиды низкой плотности, липопротеиды высокой плотности доставляют холестерин в кору надпочечников и половые железы, где из него образуются астероидные гормоны. Фенида ля комедия, дорогие друзья. То, о чем я постоянно говорю, особенно для любителей низкожировых диет, что если вы, соответственно, не жрете жиры, если вы курите и наплевательски относитесь к своему липидному профилю, то это ударит не только по сосудам, но и в целом по гормональной системе. Рано или поздно. Липопротеиды высокой плотности принадлежит основная роль транспорта холестерина с периферией АТФ, связывающей кассетный транспорт А1 в скобочках ABCA1, переносит свободный холестерин с клеточных мембран периферических тканей на пребета-1 липопротеиды высокой плотности, где он эстерифицируется под действием лохат. Не забываем про наш лохат. Очень важный лохат переносится в другие виды липопротеидов высокой плотности и, наконец, включается в липопротеиды высокой плотности с альфа-подвижностью при электрофорезе. Колестерин из макрофагов переносится АТФ, связывающим кассетным транспортом G1, ABCG1 в более крупные частицы липопротеидов высокой плотности. Затем с помощью транспортеров белка эфиров холестерина Сетеп-С. Терифицированный холестерин переносится в липопротеиды низкой плотности и богатые триглицеридами липопротеины. Остатки хиликомикронов значительная доля. Остатков липопротеидов очень низкой плотности, липопротеидов низкой плотности поглощаются печенью. Эфиры холестерина липопротеидов низкой плотности попадают в герпоциты через сквейджер рецепторы класса B-1, рецепторы CIB1. Пути распада липопротеидов высокой плотности неизвестны. Радиохимические исследования показывают, что I1 и I2 синхронно исчезают из плазмы и частью их разрушается в печени и почках. Метаболизм холестерина. Холестерин необходимый компонент плазмических мембран, клеток и миелина. Из него образовываются гормоны надпочечников, а также половых желез, дорогие друзья. Также всем нужно помнить про желчные кислоты. И если вы еще не смотрели, обязательно посмотрите выпуск, где мы читали учебник гипотологии. И вспоминаем, что огромная роль холестерина завязана в желчных кислотах. И как это все превращается там и взаимодействует, мы все это дело описали в учебнике гипотологии. А вы теперь сможете не только прочитать, но и прослушать на моем канале. Смотрите большой выпуск про печень. Пока он там был один, учебник гипотологии, вы не запутаетесь. Клетки синтезируют холестерин из ацетил-КОА. Первым этапом является образование ОМГ-КОА, который под действием ОМГ-КОА-редуктаза превращается в меволеновую кислоту. Далее через ряд изопротеиновых промежуточных продуктов образуется сквален, молекул, которые сворачиваются в циклические стеролы, превращаются в холестерин. Небольшое количество меволоновой кислоты превращается в убихинон, долихилхол и изопентенил, пиросфат. На этом пути образуются также изопротеидные вещества. Геранил и фернизилпирофосфаты, участвующие в пренелировании белков. Пренелирование белков обеспечивает заякорирование таких низкомолекулярных белков, как G-белок и РАС. В мембранах синтез холестерина жестко регулируется самим холестерином и его метаболитами, которые ингибируют активность ОМГ-КОА-редуктазы. Таким образом, холестерин может образовываться в клетках, а не только поступать в них из липопротеинов плазмы. В гипоцитах и эпителиальных клетках кишечника холестерин включается в липопротеиды, секретируемые в кровь и лимфу. Кроме того, клетки постоянно отдают свой холестерин липопротеинам плазмы. В основном липопротеиды высокой плотности. В печени холестерин превращается в желчные кислоты. Первый этап этого превращения катализируется 7-альфа-гидроксилазы и холестерина. Основная часть желчных кислот реабсорбируется в кишечнике, но большее их количество теряется скалом, что приводит к потере холестерина. Активность 7-альфа-гидроксилазы и холестерина, как и экспрессия рецепторов липопротеидов низкой плотности и печеночные липазы снижаются при гипотириозе. Внимание! Дорогие друзья, так как я понимаю, что большинство из вас смотрят все-таки для собственного пользования, я, с вашего позволения, убрал вот это рассуждение про диагностику и, соответственно, рассуждение про, допустим, преимущественное повышение триглицеридов, возможно, умеренное повышение уровня холестерина. И все вот эти вот варианты, типа, когда триглицериды высокие, когда триглицериды низкие, а когда у нас там липидный профиль так изменен, липидный профиль всяк изменен. Ну, по большому счету, соответственно, здесь у нас это мало интересно, то есть это, наверное, все-таки больше интересно узким врачам-специалистам читать, а они и так это все дело знают. Нам же больше всего интересно то, что не доходит до обывателя, это как вот, допустим, метаболическая картина холестерина, когда обыватель, будучи там, допустим, нутрициологом, тренером, кем-то еще, значит, он вмешался, допустим, в липидный профиль путем, ну, к примеру, назначения анаболических стероидов или вмешался в липидный профиль путем, к примеру, назначения низкожировой диеты, особенно как это было раньше, да, вот он где-то там прочитал эти стандарты и такой, все, с этого времени вы едите только траву-мураву, да, вот. Ну, вот, собственно говоря, уже выше описано, к каким последствиям это может привести, что, в общем-то, жирочек нам нужен. Ну, желательно хороший жирочек, ну, есть, условно, вспоминаем, либо протеиды плохой жирочек, либо протеиды хорошая жирочек. Вот. И так перескачем с диагностики, с этого всего, сразу на клиническую картину. Вообще, клиническую картину почему-то на ютубе никто не дает. И вот я вот решил ее озвучить. Она действительно есть. Сразу оговорюсь, да, клинику, скорее всего, вы увидите у пожилых и, скорее всего, вы увидите у пациентов, у кого она очень ярко выраженная. Но, тем не менее, качков я встречал таких, кто за собой неухоженный, кто за собой следит пожилых людей, встречал, соответственно, тех или иных людей, у кого, соответственно, вот он вроде чем-то лечится, чем-то даже по здоровью занимается, но не тем, что ему надо. Его спрашиваешь про его вообще липидные обмены, процессы, смотрел ли он, сдавал ли он элементарно липидограмму. Естественно, человек ничего не сдавал и ничего не делал. Поэтому, на мой взгляд, вот, наверное, мы подошли к очень важному в этом видео такой части, именно клиническая картина. И здесь она, наверное, будет полезна всем. То есть, неважно, в каком уровне, вы просто занимаетесь фитнесом, пьете витамины и самообразовываетесь. Вы студент-медик или, допустим, вы какой-то там фитнес, я не знаю, инструктор, который стероиды всем подряд назначает. Вам в любом случае пригодится знание о клинической картине, соответственно, первичных и вторичных нарушений метаболизма липопротеинов. И, ну что ж, давайте приступим, прочитаем, что нам здесь пишут в учебнике. Результаты эпидемиологических исследований свидетельствуют об атерогенности липпротеидов очень низкой плотности и их остатках. Эти частицы обнаруживаются в атеросклеротических бляшках человека. Атерогенезу способствует также нарушению поступления липпротеидов очень низкой плотности эфиров холестерина, образующихся под действием лыхат, так как это препятствует удалению холестерина из периферических тканей. Панкреатит, дорогие друзья, риск острого панкреатита, связанный с очень высоким уровнем триглицеридов, объясняется, вероятно, местным высвобождением СЖК и лизалицина из липротеинов в капиллярах поджелудочной железы. Когда концентрация этих липидов превышает связанную способность альбумина, они начинают разрушать мембраны при анахиматозных клетках железы. Многие больные с липени и жалуются на периодические боли в эпигастральной области, хотя активность амилазы в сыворотке в это время не достигает диагностического для пациента уровня. Такие боли часто предотвещают развитие классического панкреатита, что можно предотвратить ограничением потребления жира, ведущему к быстрому снижению уровня триглицеридов. В некоторых случаях требуется в течение нескольких дней парентеральное питание без жировых эмульсий. Ну, дорогие друзья, здесь вспомните панкреатит. Панкреатит. Холод, голод и покой. Ну, наверное, это вот теперь вы немножко плюс к этому предложению узнали, все-таки почему там стоит голод. Да, теперь вы, наверное, это осознали. Клиническое проявление. Рисунок 10.3. Значит, что нам здесь пишут? Значит, при гипертриглицериде мини в сыворотке, значит, свет рассеивания придает со сосудом сетчатке беловатый вид. Этот признак называют липоидной дугой роговицы. Резкое повышение уровня липоидов очень низкой плотности или киломикронов может приводить к появлению эруптивных кожных скантов. Вот по поводу эруптивных кожных скантов, вот этих вот специфических. Напомню, видел у пожилых и видел у людей, злоупотребляющих анаболическими астероидами, именно злоупотребляющих. Вот прям от слова зло, то есть бесконтрольно. Вот обратите внимание, вот прям, мне кажется, вот эти вот, соответственно, кожные сканты, так называемые, вот прям можно очень большой категории пациентов обнаружить. Вот очень люди ходят и типа им нехорошо, но что нехорошо, он никуда может и не идти, да, когда это вот такая форма пациента, отношение к себе, если его панкреатит тот же не прихватил, он не побежит, так как у нас и панкреатит, когда закончился, ему что-то выписали анализы какие-то сдавать, он, может быть, там и не сдал, или, как обычно, сдал, но он здоровый, у нас же все здоровые абсолютно, а еще анализы могут выполняться таким образом, да, если это места, сами знаете, какие бесплатные выполнения анализов, то получается, что у нас не очень качественно это могут сделать, и все здоровые, а вот уже, ну, на виду клиническая картина на глазах у нас. Что тут дальше еще пишут? Эритематозный ободок, обычно они располагаются группами на разгибательных поверхностях конечностей, например, на локтях и коленях, а также на ягодицах. Через несколько недель после снижения уровня триглицеридов ксантумы обычно исчезают. Ну, то есть, это вот при гибертриглицеридомии, ну, прям надо очень постараться тут и жирного поесть, и уколоться чем-нибудь вредным, и пятое, и десятое. Но, повторюсь, таких людей не вот прям часто, но встречаю. Бывало, бывало, соответственно. Особенно качки с панкреатитом, да, вот когда оно все соединяется, видите, как в медицине не бывает чего-то. Отдельного, да, отдельной какой-то болячки, которая бы не повлияла на другие органы и системы. Дорогие друзья, я и мои друзья, все, кого видите на канале, мы готовы рассказывать вам безумно долго и много безумно интересной и свежей информации. Что вы можете наблюдать на канале, пожалуйста, интервью с Сергеем Поповым, с чемпионом России, мира, пауэрлифтинга, бодибилдинга. Невероятный молодой парень, который, в общем, уже сейчас завоевал огромное количество титулов. Направление спорта раскрыто. Также широко раскрыто на канале направление психологии. Есть интервью не только со мной, но и с психологами, с другими. Соответственно, также обращу внимание, что мой приятель, носитель английского языка озвучивал для вас DSM-5, кому интересно, психология. Также, соответственно, на канале представлена, ну, естественно, эндокринология. Естественно, мы вас всех ждем. Ваших комментариев, ваших лайков. И именно от вас зависит тематика следующих выпусков и их скорость, да, как быстрее они появятся от вашей активности. Так что, наваливайте активность, жмите колокольц, жмите лайки, подписки. И, конечно же, да пребудет с вами здоровье, дорогие друзья. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!